Второй год в Славянском районе проводятся капитальные ремонты многоквартирных домов, средства на которые берутся из так называемого общего котла. Крупные дорогостоящие ремонты кровли, инженерных сетей и многого другого стали возможны благодаря федеральной инициативе, по которой в регионах были созданы региональные операторы. В их функцию входит аккумулирование средств, которые жители многоэтажек сдают на капремонт, создание очередности проведения капремонтов, их оплата и контроль хода ремонтных работ. На очередном объезде по обновляющимся многоэтажным домам Славянска вместе со специалистами проехала и наша съемочная группа. Сейчас в Славянском районе завершается реализация плана 2016 года по капитальному ремонту многоквартирных домов. В работе находится семь объектов. Так, в доме по улице Крупской, 219, уже начинаются работы по замене мягкой кровли. Как рассказала председатель ТСЖ Нина Бабенко, они долго искали подрядчика, который смог бы сделать кровлю из тех материалов, которые интересуют жильцов дома. Но благодаря содействию администрации городского поселения в проведении торгов, уже к осени 2017 года крыша дома будет надежно перекрыта. Жильцы некоторых подъездов Крупской, 219, вдобавок к капитальному ремонту делают и косметический ремонт крыльца, на который отдельно собирают средства. Вот эти люди, они складываются и делают наперед. Они зимой не будут платы. Объезд по объектам капитального ремонта многоквартирных домов – это еженедельная работа Управления жизнеобеспечения транспорта и связи администрации Славянского района, а также представителей регионального оператора, который и является главным заказчиком работ. Во время таких встреч на объекте у контролирующих структур получается не просто следить за добросовестностью подрядчиков, но и пообщаться с жителями домов. Ведь именно они обращают внимание на все детали хода работ, что позволяет вовремя устранить недочёты. Ход капремонта необходимо контролировать, следить, правильно ли ведутся работы. Своевременно всё меняется, не всё. Ну, то есть, есть у нас ещё технический надзор, который уже вникает более глубоко во все эти тонкости. А мы мониторим по поручению Романа Ивановича Синяговского. Тоже проезжаем для себя, докладываем еженедельно о ситуации. Новая кровля скоро появится в домах по улице Красная, 36, Батарейная, 262, Юных коммунаров, 116, Рыночная, 153, 5 и Ленина, 114. По адресу Красная, 45, 1, помимо кровли заменили систему труб холодного водоснабжения. Здесь же за свой счёт жильцы приводят в порядок цоколь. Давая оценку ходу капремонтов, начальник отдела номер 5 Некоммерческой унитарной организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Станислав Чалов отметил, что работы ведутся по графику. Потому в плановый период подрядчики должны успеть выполнить начатые работы. Капитальный ремонт – это мероприятие, проводимое в первую очередь для самих людей. То есть, если у людей есть проблемы, то у нас каждый дом включён в региональную программу. Положительная практика капитальных ремонтов проводится, люди это видят. Все эти обновления многоквартирных домов стали возможными во многом благодаря ответственным жителям, которые добросовестно собирают средства. По данным регионального оператора, процент собираемости по нашему району по сравнению с прошлым годом увеличился, но незначительно. Стоит отметить, что законодательно определена ответственность за неуплату взносов на капитальный ремонт. Но в первую очередь нужно понимать, что эти платежи – гарантия долгой, безаварийной жизни каждого многоквартирного дома. В 2017 году капитальный ремонт придёт в 37 многоэтажек Славянского района. Пять из них решили копить средства, найти цели самостоятельно, на своих счетах. Потому и ремонт в них будет небольшой. Остальные 32 делают взносы на счёт регионального оператора. Эти дома после капитального ремонта значительно преобразятся. Торги по этим объектам состоятся во второй половине августа. А работы будут выполнены в текущем году. Мария Горошкова, Александр Косицын, программа «События».